Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Меня зовут Алиса. Сегодня мы поговорим о книгах. Я хочу вам рассказать о наших фантастических рассказах. Здесь есть всё, как в современных фильмах. Приключения, дружба, супергерои и даже убийство. Это книги Александра Волкова, посвященные приключениям в волшебной стране. Александр Волков с лентими изменениями перевел сказку с Фрэнка Бауна «Удивительный волшебник из страны Оз». Автор переработал одну книгу несколько раз, и у него получилось впоследствии. Автор написал ещё пять книжек про эту сказочную страну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я с самого начала хотела вас познакомить с героями этих книг. А вот это вот страшило волшебное существо. Оно изготовлено из мешка и добитое соломой, и одето в одежду хозяина. Который его сделал. На его лице нарисованы глаза, уши, рот и нос. Они легко смываются. Страшило может перестать видеть, слышать и говорить. Как и легко смыть, так и легко обратно нарисовать. Также он мягкий и лёгкий. И от этого неуклюжий. В дальнейшем его сделают специальную палку для ходьбы. А в самом конце книги подарят красивую трость. Его суперспособность открывается в конце книги. Если он обид чем-нибудь острым, тогда он будет суперумный. Железный человек. Ой, нет, нет, нет. Это другой же. Железный дровосек у вас. Железный дровосек. Он полностью изготовлен из железа. И у него есть железный топор, которым он сокрушает всех противников на своем пути. Ну и как у любого супергероя, у него есть слабость. Это вода. Если он попадет хоть под маленький дождик. Он заржавеет. Но ничего. Если у него есть при себе воскренка, тогда он может себя смазать. И снова стать нормальным. Если только не попадется еще один дождь. Я еще хотела добавить, что страшила и железный дровосек уникальны. Им просто не нужна еда. И нужна вода. И не нужен сон. Лев. Про него тоже говорить нечего. Он и так царь злень. У него, как и у всех, есть слабость. Это... Трусливый. Трусливый. Ничего, не бойтесь. Это только в начало книжки. А потом он станет нормальным, хорошим, настоящим львом. Татошка. Постоянный спутник. Самого главного персонажа Элли. А Элли обычная девочка. Но не обладает никакими суперспособностями. Эта страна разбита на раз, два, три, четыре части. И по каждой части живет по одной волшебнице. Велина. Стелла. Генгема и Бастинда. А еще есть пансемное царство. Там семь королей. Не восемь, не девять. Там семь королей. И у них нет там семи частей в одной стране. Там одна страна и один замок. И ничего не разбито нигде. А чтобы править, они пьют усыпительную воду. И правят по очереди. А какая же сказка без драконов. И они там есть. Только они в подземном царстве. И там еще есть шестилапые. Они ходят на шести ногах. Поэтому их так прозвали. А сказка-то начинается с убийства. Это не с простого, а с планированного. А способ-то такой удивительный. Волшебный. Все начинается со злой волшебницы Генгемы. Генгема сошла с ума и решила погубить весь человеческий род. А всю землю потом заселить лягушками и змеями. Генгема наколдовала огромный волшебный ураган. Но добрая волшебница Велина скоро об этом узнала. Она уменьшила силу урагана. С помощью урагана она подхватила всего лишь один домик. Но она думала, что он пустой. Но там оказалась Элли с Татошкой. И со всего размаху кинула его на голову Генгемы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И всметку. Когда все утихло, Элли очнулась. Ее нашли местные жители. Появилась добрая волшебница, и она удивилась, видя девочку. Одно-то было пустой. Элли первым делом захотелось вернуться домой. По каким-то причинам волшебница ее не смогла вернуть домой. Но прочитала в своей волшебной книге, что Элли надо идти по дороге, вымещенную желтым кирпичом, прийти в изумрудный город и найти там волшебника Гудвина. Но это еще не все. Ей по пути надо найти трех существ и помочь выполнить их заветные желания. Надеюсь, я вас пробудила интерес к этим книгам. Там еще было много приключений, но я вам рассказывать их не буду, потому что уже наступает ночь, и мне пора ложиться спать. И слушать новую сказку. Она называется «Урфин и его деревянные солдаты». Не ради рекламы. В Вегасе-сити-холле скоро начнется представление. Оно называется «Изумрудный город». Там будут всякие окровастые, всякие животные будут выступать с животными, будут собаки, все будут. И я туда пойду. И потом расскажу, как это было. А кто не хочет летать, айда со мной. До свидания, девчонки-мальчишки. Подписывайтесь на мой канал и ставьте палец вверх. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу. Субтитры подогнал «Симон»